Всем привет, с вами Encrypted и сегодня в рубрике Просто Крипта говорим об локтейне NIM, который поставил перед собой глобальную цель – вывести приватность ваших данных на новый уровень. Давайте разберемся, каким образом NIM планирует этого достичь. Просто Крипта. Объясняем крипту на картинках. Интернет давно превратился в систему тотальной слежки за пользователями. Куда бы вы ни пошли онлайн, ваши данные попадают к корпорациям и правительствам. Даже если вы шифруете свои данные, часть метадаты остается открытой. Ваш IP-адрес, девайс, с которого вы заходите, ваш адресат, локация, временная метка и так далее. Это, в свою очередь, может привести к потере не только данных, но и денежных средств. Википедия говорит о метаданных следующее. Информация о другой информации или данные, относящиеся к дополнительной информации о содержимом или объекте. Метаданные раскрывают сведения о признаках и свойствах, характеризующих какие-либо сущности, позволяющие автоматически искать и управлять ими в больших информационных потоках. В США, например, глобальная слежка за интернетом осуществляется силами NSA и системой так называемых Global Passive Adversaries. То есть, что бы вы ни отправляли вашим друзьям или коллегам, ребята в черных костюмах будут об этом знать. Да, есть VPN и TOR, скажете вы, но на данный момент это уже не является защитой от утечки ваших метаданных. VPN или Virtual Private Network по сути просто скрывает ваш IP-адрес. Но, во-первых, это централизованное решение, а это значит, VPN-провайдеры могут полностью сканировать ваш трафик, получая все данные о вашей активности. Во-вторых, ваши даже зашифрованные данные можно дианомизировать через размер пакета, временные метки и так далее. TOR пытается решить проблему через систему прокси-серверов, позволяющую устанавливать анонимное сетевое соединение типа защищенное от слежения. TOR шифрует трафик несколько раз, и это уже лучше, чем VPN с их одиночной нодой. Но те же NSA, которые контролируют все выходы и входы, все равно имеют возможность дианомизировать пользователей и их данные. Ну и стоит сказать, что до 2018 года, например, гранты правительства США составляли более половины бюджета проекта TOR. В частности, в 2015 году на них приходилось 85% бюджета, в 2016-м 76%, в 2017-м 51,5%. А это уже о многом говорит. НИМ же представляет гораздо больший уровень приватности на уровне сети. Причем не только для транзакций, но и для приложений вроде мессенджеров, имейл и других. То есть, к примеру, вы можете поднять себе телеграмм на НИМ и получить реально защищенный мессенджер. Давайте разберемся, как работает НИМ. НИМ обеспечивает приватность сети путем шифрования и транслирования вашего интернет-трафика через мультилейер-сеть, которая называется MixNet. В каждом слое MixNet, микс-ноды перемешивают ваш интернет-трафик с трафиком других пользователей, обеспечивая приватность ваших метаданных. IP-адреса, адресата, место расположения, временных меток и т.д. MixNet НИМ децентрализован и инцентивизирован, то есть пользователи платят комиссию, чтобы использовать MixNet. Таким образом, владельцы нод заинтересованы в том, чтобы качественно миксовать пакеты и обеспечивать приватность для конечных юзеров. Это называется Proof of Mixing, вроде Proof of Work в биткоине или эфире. Эта система вознаграждения позволяет НИМ оставаться децентрализованной и масштабироваться, в отличие от того же Tor, например. Обновление софта происходит также через решение комьюнити операторами нод и владельцами токенов НИМ. Давайте рассмотрим еще три важных элемента экосистемы НИМ. Это Gateway, Requestors и Coconut Credentials. Начнем с Coconut Credentials. Это, по сути, ваши стандартные логин и пароль, авторизация, но только в версии ZK, то есть Zero Knowledge. Система понимает, что это вы, но вы не раскрываете свои данные. Как обычная верификация, Coconut Credentials генерируется, подписывается приватным ключом, а затем может быть верифицирована правильным публичным ключом. Но у НИМ есть несколько важных плюшек, вроде слепого выпуска, придуманного еще Дэвидом Шаумом в 1980-е, рерандомайз подписей и выборочного порога раскрытия данных. Следующий элемент – это Gateway. Это, по сути, интерфейс между юзерами и Mixnet, точка входа и выхода, так сказать. Без них взаимодействие с Mixnet невозможно. Они проверяют ваши Credentials, о которых мы говорили выше, помогают отправлять и получать обратно сообщения и прочую информацию. Вы можете использовать как существующие Gateways, так и создать свой собственный, что даст вам дополнительную приватность. А НИМ, кстати, предоставляет гранты для тех, кто хочет поднимать собственные Gateways. И еще один элемент – это Requesters. Этот элемент экосистемы НИМ принимает данные на выходящем Gateway и переправляет их в приложение End User. С основными элементами разобрались, идем дальше. Мы уже выяснили, что Mixnet NIMM децентрализован и инцентивизирован, то есть пользователи платят комиссию, чтобы использовать Mixnet. И таким образом владельцы Mixnode заинтересованы в том, чтобы качественно миксовать пакеты и обеспечивать приватность для конечных юзеров. Давайте же поговорим о тех, кто еще нужен для того, чтобы все это работало. Ну, во-первых, вы можете стать оператором Mixnode и получать вознаграждение за качественное миксование трафика. Gateways – это отдельный тип ноды, который вы также можете поднять и в данный момент получить грант от команды NIMM. Еще один тип ноды – это Requesters. Нам кажется очень правильно, что разные люди поднимают разные типы нод, причем инцентивизированные ноды. Это позволяет системе оставаться децентрализованной и скейлиться практически без ограничений. Валидаторы – это ноды, которые благодаря своему стейку могут подтверждать транзакции в блокчейне NIMM. Валидаторы генерируют credentials, выдают награды Mixnode, управляют блокчейном, запускают смарт-контракты в сети и так далее. И за все это получают награды. Еще один тип – это делегаторы. Если у вас нет достаточно навыков для того, чтобы поднять свою микс-ноду, например, или нет достаточно стейка, чтобы стать валидатором, вы можете делегировать свои токены NIMM и получать отчисления. Вся описанная выше экосистема не могла бы работать без нативного токена, поскольку это основа экономики NIMM. Это награды операторам нод и валидаторам, возможность делегированного стейкинга. А для пользователей это по сути входной билет, который позволяет использовать все преимущества приватности. Давайте пройдемся по токеномике NIMM. Нативный токен NIMM – это utility токен, который используется для доступа к возможностям Mixnet, а также работает как репутация и реварды за работу нод. Под репутацией подразумеваются токены NIMM, которые юзеры могут делегировать ответственным микс-нодам, которые качественно выполняют свою работу в миксовании трафика. Total supply – 1 миллиард NIMM. Initial Circulating Supply – 63,5 миллиона NIMM. Базовый блокчейн Cosmos SDK. На команду приходится 20% токенов, на бейкеров 36,5%, на CoinList Sale, который прошел в 2022 году, выделили 7,5%, MixMining – 25%, резерв и комьюнити – 11%. Что касается графика распределения токенов, то CoinList Option 1 раздали 14 апреля 2022 года, Option 2 имеет двухлетний вестинг с ежеквартальными выплатами, которое началось 3 мая 2022 года. Резерв, бейкеры и команда также имеют двухлетний вестинг с ежеквартальными выплатами. Токены на MixMining имеют ежемесячный график выплат, которые стартовали 31 марта, но ликвидными стали с 3 мая 2022 года. Первый батч ревордов ZSnet выдали также 3 мая 2022 года и будут релизить ежеквартально по необходимости. Это был наш обзор экосистемы NIMM, которая позволяет вам использовать свое законное право на приватность, причем на базе децентрализованной платформы и с возможностью масштабироваться. Если вам было полезно и интересно, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайки, напишите свой комментарий о том, что должно стать темой нашего следующего ролика в рубрике «Просто крипта». Под прошлым видео было много комментариев «Хочу видео про ИВМ», и мы уже готовим сценарий по этой теме, так что пишите еще. С вами был Encrypted, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok